Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я хочу поговорить с вами об атеросклерозе и так называемых бляшках на стенках сосудов, чье развитие часто связывает с повышенным уровнем холестерина в крови. Сразу скажу, что в этой программе я озвучу свой личный взгляд на эту проблему. Он от официальной теории сильно отличается. Поэтому я здесь выступлю не как врач официальной медицины, а как частное лицо. Видите, я сегодня даже без халата. Итак, как я представляю себе проблему развития атеросклероза и атеросклеротических бляшек? Когда ученые стали исследовать такое распространенное заболевание, как атеросклероз, выяснилось, что при этой болезни на стенках сосудов возникают образования, их назвали бляшками, которые мешают току крови за счет того, что они суживают кровеносные сосуды. Раз так решили ученые, бляшки главный враг. Когда атеросклеротические бляшки изучили, выяснилось, что они частично состоят из холестерина. А значит, решили некоторые ученые, именно холестерин виноват в возникновении бляшек. Вот такая простая логика. И с моей точки зрения неправильная. К слову, чтобы вы понимали, не только я, но и многие другие врачи и ученые не разделяют общепринятую холестериновую теорию развития атеросклероза. Ведь довольно часто бывают случаи, когда атеросклероз развивается у людей, у которых холестерин в крови в норме. Или даже вовсе понижен. Вот такая нестыковка. А нередко бывает наоборот. Холестерин в крови у человека повышен, но атеросклероза нет. И даже не предвидится. Ещё раз. Можно иметь низкий уровень холестерина и сосуды, забитые бляшками. А можно иметь повышенный уровень холестерина в крови и совершенно чистые сосуды. Так в чём же дело? Из-за чего развивается атеросклероз и появляются бляшки? Ну, помимо наследственности, конечно. Причин может быть много. Первое. Знаете ли вы, дорогие друзья, что очень часто холестерин повышается из-за гипотириоза, пониженной функции щитовидной железы. И из-за этого же понижения функции щитовидной железы, очень часто быстрее прогрессирует атеросклероз. Поэтому, прежде чем пить статины, то есть препараты, снижающие уровень холестерина в крови, сначала проверьте функцию щитовидной железы. И если выяснится, что функция щитовидной железы снижена, то нужно не препараты от холестерина принимать, а восстанавливать функцию этой самой щитовидной железы. И это очень важно. И мы об этом уже говорили в программе, посвящённой гипотириозу. При желании вы можете ту программу посмотреть, и ссылка на неё будет дана под нашим сегодняшним роликом. Второе. У многих людей, особенно людей в возрасте, по разным причинам происходит воспаление стенок кровеносных сосудов. Как я это называю, пристеночное воспаление. И на фоне такого воспаления кровеносные сосуды могут повреждаться. В связи с этим хотелось бы обратить ваше внимание на один важный факт. Атеросклеротические бляшки, которые образуются из-за воспаления и повреждений стенок сосудов отнюдь не состоят из одного лишь холестерина. Бляшки – это сложные структуры, состоящие из нескольких видов тканей. А холестерин – это только покрытие. Наружнее покрытие бляшки. Видимая часть айсберга, так сказать. И очень даже вероятно, я об этом писал в книге «Быть здоровым в нашей стране», что холестерин, если упрощённо, лишь выполняет роль замазки или штукатурки. Он выстилает и замазывает повреждённое место. Образно говоря, чинит сосуд. Поэтому и бороться нужно не с пресловутым холестерином, а с повреждением и воспалением кровеносных сосудов. А что вызывает пристеночное воспаление сосудов? На первый взгляд, вроде бы банальное. Неправильное питание. Но в данном случае это не продукты с повышенным уровнем холестерина, как можно было бы подумать. А те самые продукты, которые плохо влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и на состояние кровеносных сосудов. И если мы хотим улучшить состояние наших кровеносных сосудов, то нам нужно, ну если не отказаться, то как минимум снизить в нашем рационе количество углеводов и сладостей, всяких кол и химических магазинных напитков. Пореже употребляйте копчёности, полуфабрикаты и продукты, содержащие консерванты. Ну и, конечно, пореже нужно употреблять фастфуд. Конечно, от всяких химических чипсов и химических конфеток тоже лучше отказаться. Что ещё плохо влияет на сосуды? Конечно, банальное алкоголь и курение. Ну, это, я думаю, мало кому нужно объяснять. Видимо, на сосуды также влияют хронические инфекции и хронические иммунные нарушения. Конечно, атеросклероз сам по себе инфекционным заболеванием не является. Но, по всей видимости, хронические инфекции отчасти могут провоцировать и усугублять то самое пристеночное распаление кровеносных сосудов. И что в итоге со всем этим нужно делать? Пролечить скрытые инфекции, если они есть. Обязательно пролечить или, как говорят, санировать зубы. Кроме того, нужно соблюдать питьевой режим, потому что некоторые люди просто банально пьют очень мало обычной воды. Но и перебарщивать с водой не надо. Не надо, как некоторые сейчас настаивают, что нужно пить по 3 литра воды в день. Вот это тоже перебор. Если говорить именно о воде, помимо других напитков, которые вы употребляете в течение дня, то, с моей точки зрения, нужно пить примерно 1,5 литра воды в день. Ну, при условии, конечно, что у вас нормально работают почки. Еще один важный момент. Нужно больше двигаться. Снижение физической активности имеет прямое отношение к атеросклерозу. Чем меньше человек двигается, тем медленнее у него обмен веществ. И наоборот, чем больше человек двигается, тем быстрее у него обмен веществ. И значит меньше вероятность развития нарушения жирового и углеводного обмена. Уже только одно это снижает риск развития атеросклероза. Что можно использовать из мягких лекарств и лекарственных растений? Во-первых, это ламинария или морская капуста. Так в аптеках можно купить слоевище ламинария. Ламинария оказывает на организм и слабительные действия, и применяется также для профилактики атеросклероза. А еще для профилактики заболеваний щитовидной железы, связанных с дефицитом йода. Слоевище ламинария употребляют внутрь, то есть попросту кушают. По половинке чайной ложки или по целой чайной ложке, один раз в день, запивая водой. И курс лечения 15-30 дней. Такой курс можно повторять два раза в год. Но нужно знать, что ламинария, к сожалению, подходит не всем. У нее есть свои побочные эффекты и противопоказания. Например, ее нельзя использовать при повышенной чувствительности к йоду, при выраженных нарушениях функций почек, при геморрагических диатезах. Есть и другие противопоказания. Поэтому, прежде чем употреблять ламинарию, нужно внимательно изучить инструкцию на упаковке. Второе. Кроме ламинарии, очень хороший эффект для наших сосудов дает чеснок и некоторые препараты из чеснока. Вообще, исследований по применению чеснока при атеросклерозе очень много. Такие исследования проводились и в Советском Союзе, и в Америке. Хотя сейчас почему-то фармнаука старается как-то эти исследования подзабыть. Но вот одно такое исследование. Исследовательская группа из медицинского центра при Калифорнийском университете выяснила, что экстракт чеснока помогает снизить количество холестериновых бляшек в сосудах и уменьшить вероятность развития заболеваний сердца. Исследование продолжалось в течение года. И оказалось, что у тех, кто принимал экстракт чеснока, количество холестериновых бляшек в сосудах снизилось, а риск их образования уменьшился на 80%. И эти результаты сходны с данными, полученными в более ранних исследованиях. Думаю, что для многих из вас это не открытие, что чеснок хорошо влияет на наши сосуды и на наш организм в целом. Но что же нам мешает его принимать? Во-первых, конечно, запах. И вторая проблема у некоторых людей, когда они едят чеснок, после этого у них начинает болеть живот. Что же делать? Можно использовать чесночную настойку. Она не даёт такого запаха и обычно не вызывает болей в животе. Причём чесночную настойку можно купить в аптеке. А можно сделать самим, в домашних условиях. Или если мы не хотим, чтобы был спиртовой компонент, то можно сделать не настойку, а чесночную воду. Пьют чесночную воду или чесночную настойку до примерно 1 месяца. А если вы их хорошо переносите, даже можно принимать до 3 месяцев. И такой курс можно повторять 1 раз в год, а при желании и 2 раза в год. Поскольку видео уже получается очень большое, и чтобы сейчас не перегружать вас лишней информацией, скажу о том, как приготовить чесночную воду или чесночную настойку, о том, как их принимать, какие у них есть противопоказания и побочные эффекты, обо всём этом я расскажу на страничке на моём сайте. И ссылка на эту страничку будет дана под нашим сегодняшним роликом. Там всё очень подробно. К слову, говоря об атеросклерозе, нужно упомянуть ещё гомоцистеиновую теорию. До недавнего времени о гомоцистеине практически не говорили. Но сейчас об этой теме очень часто пишут ведущие медицинские издания. Хотя, как и у любой новой теории, у этой теории есть и свои сторонники, и свои противники. Что такое гомоцистеин? Это аминокислота, которая вырабатывается в процессе расщепления метионина. В норме гомоцистеин сохраняется в организме очень недолго, потому что под воздействием фолиевой кислоты и витамина В12 превращается обратно в метионин. Но вот при нехватке фолиевой кислоты витаминов В6 и В12 обратной трансформации гомоцистеина не происходит. В результате он накапливается в организме, возникает его избыток. И тогда гомоцистеин начинает повреждать внутреннюю стенку артерий. Образуется повреждение эндотелия, провоцирующее образование тромбов и атеросклеротических бляшек. Что к этому может приводить, согласно гомоцистеиновой теории? Помимо прочего, всё то же самое, о чём мы сегодня уже говорили. Гипотириоз, генетика, неправильное питание, курение и алкоголь, малоподвижный образ жизни. Ещё приём некоторых лекарств, нарушение функций почек, сахарный диабет и недостаток витаминов группы В. Поэтому для борьбы с слишком гомоцистеина нужно увеличить потребление витаминов группы В. В первую очередь витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты, то есть витамина В9. Можно использовать природные источники витаминов группы В. А можно принимать витамины группы В коротким курсом в таблетках. Есть такой недорогой российский препарат, где витамины группы В подобраны специальной дозе для борьбы с излишками гомоцистеина. Это ангиовид. Благодаря своему составу и дозировке витаминов группы В в препарате, ангиовид способствует нормализации уровня гомоцистеина. Отрицательных отзывов по ангиовиду я практически не нашёл. Принимают ангиовид по одной таблетке в день, вне зависимости от еды, курсом около месяца. И повторять этот курс можно два раза в год. Для тех, кто не совсем понял, ангиовид, скорее всего, не снизит уровень холестерина. Он применяется для борьбы с другим фактором атеросклероза, более важным с моей точки зрения, с избытком гомоцистеина. А гомоцистеин повышен у очень многих людей старше 45 лет. Так что ангиовид можно пропивать даже просто профилактически для поддержки сердца и сосудов, а не только в плане борьбы с атеросклерозом. Дорогие друзья, и это на сегодня всё. Понимаю, что информация в этом видео довольно непростая. И с первого раза всё это усвоить достаточно трудно. Поэтому, если что-то осталось непонятным, прошу пересмотреть это видео ещё раз. А заодно посмотрите видео с кодовым названием «Повышенный холестерин. Едят ли коровы кроликов?». Я думаю, что это видео вам понравится и ещё немного вас повеселит. Ссылка на то видео и другие полезные ссылки под роликом. Чтобы их увидеть, переходите в комментарии под видео и там наверху, для вашего удобства, мой закуплённый комментарий с полезными ссылками. Дорогие друзья, и как всегда мы просим, если вы пользуетесь нашими методами лечения, пожалуйста, пишите в комментариях, каких результатов вам удалось добиться. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok